Модное сегодня среди молодежи увлечение в воркаут с английского переводится просто – тренировка. Сложного в плане оснащения здесь действительно ничего нет. Турники, брусья, шведская стенка. На базовых физкультурных снарядах, работая с собственным весом, атлеты выполняют эффектные гимнастические трюки. Популярность эта дворовая дисциплина как раз и получила из-за своей доступности. Площадки для бесплатных занятий можно поставить в любом месте. Отличные обороты назад. О доступности именно массового спорта говорил сегодня Вениамин Кондратьев. Губернатор уверен – это не второстепенные вещи. От занятий физкультурой зависит спортивный потенциал жителей региона. В крае продолжат развивать специальную инфраструктуру для физических нагрузок в шаговой доступности, что называется, не отходя от дома. Уличные спортивные комплексы для Краснодарского края, где много теплых дней – отличный способ заниматься спортом практически круглый год. Поставить такую площадку стоит недорого, зато заниматься смогут все, кто захочет. А что сейчас тренируешь конкретно? Какие группы мышц? Сейчас я тренирую грудь, трицепс, выполняю третий подход. По сути, такие площадки – это небольшой фитнес-зал с бесплатным абонементом. Бесплатные тренировки будут проходить и в малобюджетных спортивных комплексах. Для Кубани новый формат. По сути, это спортзалы для игровых видов с базовым набором инвентаря. Строить подобные центры будут в тех местах, где уже есть коммуникации, чтобы избежать лишних затрат. В следующем году в крае должны появиться 20 таких комплексов. Вениамин Кондратьев попросил глав районов и городов со всей серьезностью отнестись к выполнению этой задачи. Глава района или, допустим, глава станицы, но воспринимайте детей как своих. И подумайте, вот если бы это были ваши дети, где бы они гуляли, где бы они вечер проводили, где бы они день проводили. Коллеги, в этом случае, я уверен, деньги уже, мне кажется, с большим эффектом бы находились. Просто здесь как-то воспринятие этой проблемы как просто текущая проблема должности. Ну, я еще раз подчеркиваю, просто относиться ко всем детям, как к своим. Вот и все, что сегодня нужно для того, чтобы эту проблему сдвинуть. По развитию физической культуры Краснодарский край в прошлом году занял первое место среди всех регионов страны. 43% жителей Кубани занимаются спортом. Каждый второй ребенок посещает секции. Естественно, для такой работы нужен грамотный тренерский персонал. Поддерживать выпускников спортивных вузов в крае будут и дальше, несмотря на оптимизацию бюджета. 80% молодых тренеров пошло в наши детские спортивные школы и центры спортивной подготовки. 80% выпускников именно краевых. И самое главное, что с краевого бюджета мы доплачиваем 4 тысячи рублей, Веньминович, каждому молодому тренеру, который пришел именно после окончания. Спорт тренирует не только физическую подготовку, замечает губернатор, но и формирует активную жизненную позицию, очень нужное качество. И неважно, где ты живешь, в мегаполисе или станице. Но если в городах у молодежи больше вариантов, чем себя занять, то на селе физкультурные залы и секции носят, можно сказать, стратегический характер. Только создавая комфортные условия, можно заставить молодых людей оставаться в своих станицах, хуторах и поселках. Для меня первая задача главы муниципальных образований, имеющуюся спортивную инфраструктуру, держать открытой как минимум 21.00. Чтобы дети, которые живут вокруг этих школ, где есть спортзалы, имели возможность прийти в эту школу, в спортзал, даже вечером, в неурочное время. Имеющуюся спортивную инфраструктуру давайте использовать на все 100% и даже больше. И создадим то, что вам по карману еще спортивные площадки открытого типа, в парках, скверах. А дальше будет второй этап. Будем продолжать строить крытые уже спортивные комплексы, маленькие, большие. Это сегодня государственная задача. И вы сами без меня ощущаете эту потребность сегодня населения к спортивным объектам. Потому что это есть то, что называется в народе активный образ жизни. Стороной не обойдут и большие спортивные комплексы с бассейнами и тренажерными залами. Те проекты, которые уже начали возводить, обязаны достроить, подчеркнул губернатор. Сейчас в приоритете семь таких центров в разных районах края. Развитие материально-технической базы уже принесло свои результаты. Больше тысячи кубанских спортсменов ходят в различные сборные России. Хотя всего несколько лет назад их было чуть больше двухсот. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.